Физкульт привет! С вами снова программа в нашу пользу. Это спортивная передача, которая понятна не только спортсменам, но и простым людям. Затягивать не будем. Поехали! Как стать лучше? Либо надо работать, застучив рукава, либо не работать. Тренерские секреты. Кто помогает спортсменам? Ты должен быть всегда готов. А тех, кто работает в тени спортсменов? Ударим железом по мышечной массе. Самое мускулистое соревнование. Настоящее торжество красоты человеческого тела увидели благовещенские зрители. Юбилейный 15-й по счету турнир Дальнего Востока по бодибилдингу Кубок Востока собрал полсотни бодибилдеров. Самые интересные моменты глазами нашего оператора в вашем телевизоре. Максим Дерр – травматолог-ортопед. Силовыми видами спорта он занимается 10 лет, 4 из которых посвятил бодибилдингу. Как врач он уверен, бодибилдинг – спорт полезный. По большей части стереотипы различные, что большие, крупные, мускулистые ребята неподвижные или что-то такое. Наоборот, сплошной позитив. По-моему, красиво, когда человек подтянут, следит за собой, какой-то рельеф, какие-то силовые достижения. Кстати, на этом Кубке Востока Максим завоевал третье место, с чем мы его и поздравляем. Вообще, на Дальневосточный турнир по бодибилдингу и фитнесу съехались около 50 спортсменов из Приморья, Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Петропавловск-Камчатска и Комсомольска. Я первый раз. Я просто восторжу. Очень много мужчин приступил. Очень много. На 15-м по счету Дальневосточном турнире от Благовещенска выступало 12 спортсменов, 3 девушки и 9 мужчин. Двойной бицепс спереди, бицепс сбоку, широчайшие мышцы спины и пресс-бедро. Каждый спортсмен показывает 7 обязательных поз. Дается такое выступление спортсмену непросто. Очень больно. Дыхание, спират. Мышцы больно. Сухие, они же представляете, что такое обезвоженные мышцы. Сладочная запись, под деселированную воду, она выходит. По этой причине судороги могут схватить. Предсудорожное состояние мышцы получается. Судят бодибилдеров судей первой категории и многократные чемпионы России и мира. Критериев оценки немного, зато какие. В бодибилдинге это объем, рельеф и качество. То есть атлет, который выходит на сцену, должен иметь объемы большие, должен быть пропорционально сложен и, естественно, должен иметь качественную фигуру. То есть не просто мясистые мышцы, а они должны быть качественными. В бодифитнесе и фитнесе у девушек, помимо стройного подтянутого тела, судьи оценивают макияж и прическу. Для того, чтобы выглядеть на все сто, и диеты приходится придерживаться особенной. Всем раз в день маленькие порции, овощи, рис, рыба. Мне нравится совершенствовать свое тело. Мне нравится, как оно реагирует на тренировки. Мне нравятся ощущения, которые я смутываю после тренировок. Такая красота требует огромной самодисциплины, силы воли и выносливости в ежедневных многочасовых тренировках. Ведь самая тяжелая работа – это работа над собой, а в бодибилдинге ее хоть отбавляй. Практически каждую неделю в области нет-нет дослучается какое-нибудь спортивное мероприятие. Первенство, чемпионат, футбольный матч или просто спортивная эстафета. Все они проходят строго по графику. Путаницы в кубках и медалях тоже не бывает. О том, кто организует слаженную спортивную работу – в нашем следующем материале. Так, мотогонщик Сергей Цибулин ежедневно обходит свои владения, проверяя и подготавливая технику к соревнованиям. Гонки на железных конях директора областного центра развития спорта привлекли еще в далеком детстве. У нас был мотоклуб, мы занимались картингом, стояли кроссовые мотоциклы. Всегда хотелось прохватить, но тренер нам запрещал. Всегда запретный, но всегда запретный под славой. Впервые стартовав в 99-м году в Уссурийске, сегодня в копилке у Сергея Цибулина награды за победы на областных соревнованиях и на чемпионате Японии классе «Мотохобби». Но это все в свободное время. Время рабочее вот уже два года занимает проблемы развития спорта. Должен быть всегда готов к чему-либо. Готов выполнить поручения, готов всегда подумать над тем, принять то или иное решение, нести за него ответственность. Работать нравится. Когда видно плоды своего труда, тогда где-то и ощущаешь, что ты действительно нужен. Под руководством Сергея Цибулина работает 175 человек. Занимаются они организацией и проведением областных спортивных мероприятий. Комплектация и содержание сборных команд области, которых 14, также на их плечах. А еще под их руководством вопросы реконструкции спортивных сооружений и своевременное проведение соревнований. У нас есть основной наш документ, единый календарный план. Там запланированы все мероприятия. Есть к ним финансовое обеспечение. И каждое мероприятие мы готовим на него смету. И по смете рассчитываем. Именно в этом кабинете рассчитывается, сколько кубков будет разыграно на том или ином чемпионате. Кстати, девушки, работающие здесь, тоже спортсменки. Например, Светлана Малинина 10 лет занималась легкой атлетикой и в свое время даже получила второй спортивный разряд. Все виды спорта уважаю. Мне все виды спорта нравятся. Сама я на велосипеде катаюсь. Мне это нравится. Но, в принципе, нравится волейбол играть, пляжный волейбол. А вот специалист по мониторингу и дежурной вахтовой службы Андрей Краснокутский не на шутку увлекается картингом. К этому виду спорта 12 лет назад его привлек отец. Сейчас Андрей неоднократный победитель дальневосточных соревнований. Говорит, что картинг ему только на пользу пошел. Общение с людьми, прежде всего, хорошая компания. Относительно здорового образа жизни. Плачается, это все дело. Много друзей получилось. То есть есть теперь к кому обратиться, еще что-то с любыми проблемами. То есть, считай, по крайней мере, весь Дальний Восток в дружбской обстановке со мной работает. Впервые в истории на Благовещенском стадионе Амур соберутся соревноваться те, чьи физические возможности принято считать ограниченными. Но при этом их желанию жить и побеждать можно только позавидовать. Первая в истории Благовещенская областная спартакиада детей-инвалидов откроется 22 мая. Это все, что знаю я. Остальное вам поведает министр физической культуры Олег Гуменюк. Мы каждый год проводим все новые и новые спартакиады, которые становятся уже традиционными. В конце мая пройдет спартакиада детей-инвалидов. Это первая спартакиада в Амурской области. Это будут все города, городские поселения и наши села. Все, где есть и кто хочет приехать. Это будет свободный вход, свободное участие без ограничений. Эта спартакиада пройдет в два дня. В субботу будет приезд и размещение. Нашей гостинице. И соревнование пройдет в воскресенье. Будет и шахматы, и шашки, и дартс, и может быть перетягивание какой-то канатов. Но будет больше мероприятия именно сделано для того, чтобы максимально завлечь всех деток с многочисленными болезнями, которые действительно не дают кому-то ходить. Кто-то может только сидеть, кто-то может только руками двигать. И все это будет на территории нашего спортивного комплекса Амур. Детки будут накормлены, напоены. У каждого будет свой подарок, свой приз. И самое главное, что ребята смогут поучаствовать в соревнованиях, почувствовать себя действительно полноценными и нужными обществом. Два золота, одно серебро и бронза. С такими результатами вернулись амурские греко-римские борцы. Ездили наши спортсмены на всероссийские соревнования среди юношей, инвалидов по слуху. О других достижениях амурских спортсменов в нашей постоянной рубрике. Одно золото, четыре серебра и пять бронзовых медалей. С такими наградами вернулись наши ушуисты. Ездили они на чемпионаты первенства России по ушу-таулу, спортивному направлению. В Москву, где и проходили соревнования, съехались 400 спортсменов из девяти округов. Дальний Восток представляли 12 ушуистов. Семеро из них – наши амурские ребята. Как признается тренер, выступили стабильно. А Артем Загибалов еще и норматив кандидатов в мастера спорта выполнил. Дальше у нас планы. Это выезд на чемпионат первенства России по ушу-чуань-тун, то есть традиционным видом. Там мы вывозим группу 15 человек спортсменов от Амурской области, от нашей команды. И от Дальнего Востока будет 24 человека. 14-летняя школьница из Усть-Ивановки взяла серебро на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. Дело было в городе Магнитогорске. Побороться за звание сильнейшего туда съехались 740 кикбоксеров из 52 областей. Амурскую область представляли три спортсмена. Среди них и Яна Михайлова. Из трех боев она одержала победу в двух, тем самым получив право на участие в первенстве мира, которое пройдет в сентябре этого года в Ирландии. Я довольна, что я завоевала серебро, хотя можно было бы и золото. Мне в этом помогал еще Максим Сергеевич Мрихин. Он мне как бы подсказывал все, что делать, что надо. Герой нашего следующего сюжета учит детей высоко прыгать, мгновенно реагировать и быстро бегать. Он тренер по волейболу. Уже 34 года Александр Гурский воспитывает победителей и просто хороших ребят. О волейбольной истории Александра Ивановича в нашем следующем сюжете. Волейбольному опыту Александра Гурского можно только позавидовать. 40 лет назад 15-летний мальчишка взял в руки мяч и решил, буду волейболистом. Не знаю почему, но мне почему-то эта игра больше нравилась. Хотя я играю в баскетбол и люблю игру в футбол, но вот именно игра в волейбол, она как бы ближе легла, наверное, к сердцу и по душе. Поэтому начал заниматься волейболом. Сейчас Александр Иванович – старший тренер-преподаватель. Под его руководством занимается 50 ребят возрастом от 9 лет и старше. Воспитанники Александра Гурского – неоднократные победители и призеры амурских и дальневосточных соревнований. Тренер гордится и тем, что его волейболисты участвовали в международных соревнованиях «Дети Азии». Либо надо работать, застучив рукава, либо не работать. К каждой тренировке надо готовиться, продумать все этапы тренировки, для того, чтобы дети получили удовольствие от тренировки. В первую очередь, уходя с тренировки, ребенок должен понимать, что он сегодня научился чему-то новому, и он не зря пришел на тренировку. Александр Гурский – тренер высшей категории. В свое время даже звание отличника физической культуры и спорта получил. Но главная награда для педагога – признание и любовь детей. Лучший друг. Мы ездили на соревнования, там тренера были строгие. Оттуда мы? Мы посмотрели на тренера, которые других вели, и на нашего тренера. Наш тренер в 100 раз лучше. Вместе с детьми тренер старается проводить каждую свободную минуту. Занятия волейболом 7 раз в неделю в учебное время и туристические походы летом. Александр Иванович признается – в компании детей он и сам становится моложе. Наши дети должны видеть в тренере какой-то эталон. То есть мы должны внешне выглядеть более-менее нормально, ну и не отставать от них. Потому что приходится где-то с ними на площадку вставать, на спортивную, где-то показывать какие-то элементы. Поэтому, конечно, требования мы к себе предъявлять должны. Где активно и спортивно отдохнуть всей семьей, за кого поболеть друзьями и в чем поучаствовать самому? Об этом можно узнать из афиши грядущих спортивных событий. А я с вами прощаюсь. Физкульт пока! Как нам рассказали в областном центре развития спорта, 4 и 5 мая на Благовещенском стадионе Амур пройдет чемпионат и первенство Амурской области по легкой атлетике. Начнется действие в 15 часов. Наконец-то стартует мотокросс. Первый этап чемпионата Амурской области пройдет в Благовещенске с 4 по 6 мая. В спортивно-оздоровительном комплексе «Юность» 5 и 6 мая пройдет открытое первенство области под Зюдом. Соревноваться будут юноши и девушки начала в 10 часов. Внимание любителей футбола! С 5 по 9 мая в Рачихинске пройдет первенство области. Поболеть за своих можно будет в культурно-спортивном комплексе «Горняк» в 12 часов. С 7 по 9 мая в Благовещенске будет первенство Амурской области по городошному спорту. Пройдут соревнования на площадке возле стадиона Амур начала в 11 часов. Еще футбол, только уже в Благовещенске. С 10 по 15 мая здесь пройдет первенство области. Все матчи будут на стадионе Амур. Для всех, кто любит спортивное ориентирование, с 11 по 13 мая в городе Белогорске пройдет чемпионат и первенство области. Ориентироваться будут бегом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова